Нет, 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 нет! Ха-а-а! Бомба выпала! Ну что, разработчики, западло! Ха-ха! Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Резнав Матвей. В этом видео я поиграю с новеньким стилем Можом Аленор. Вы, естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать ещё много новых интересных видео на моём канале. Ну а я уже не буду тянуть и давайте начинать. И по старой доброй традиции я как всегда начну с трофейного шаралуга, а потом уже сыграю на элитных уровнях. Снова играть в какой уже раз и снова синие. Всегда у меня синие. Так, где наш морж? А морж наш вот тут. Если кто-то из вас вдруг забыл или не знает, то этот стиль можно было вот недавно купить за суслитков. Он новый. Данной акции, скорее всего, уже нет, но если вы вдруг стиль не купили, не расстраивайтесь. С выходом сентябрьского обновления он уже регулярно начнёт стоить 100 слитков и вы сможете его выиграть в различных событиях, в том числе и в сезоне. Но, даже если бы этот стиль и стоил 10 долларов, то я бы вам его всё равно брать не советовал. И в этом видео вы узнаете из-за чего. Вот вы сразу этот стиль видите. Внешний вид в целом неплох. Да, морж, да, в целом интересный. Вот эта рыба в руках, бивни. И в целом идея данного стиля всё-таки неплох. Но, нам же интересен не только внешний вид, но и анимации. А вот если мы взглянем с вами на анимации, то тут уже всё становится слегка яснее. Вот анимация, к примеру, атаки. Вот что это такое? Это просто дрыганье всем телом. И всё. И та же ситуация, что сразу с двумя стилями. И с цветочным курьером Фредди из мартовского обновления. И с недавно разобранным мною стилем Чедом 8000. Кстати, если вы не видели видео о Чеде в 8000, то ссылочка справа сверху. Сначала гляньте видео о нём, а потом уже смотрите вот это. Стиль вроде нормальный, выглядит неплохо, но анимации на самом деле вообще-то дно. А этот стиль ещё хуже. Вот анимация выброса специального навыка. Из-за чего же, вы спросите, он ещё хуже? Ну, вроде нормальный стиль. Стиль как стиль. Но. Да, он так стиль как стиль, в целом как сам. Вот он один, да, он в принципе, ну что такого? Стиль и стиль. Но каждый стиль, если он сам вот так один, он нормальный. А если мы с вами начнем его сравнивать с любым другим стилем, то он уже не такой чистенький, как кажется. И этот стиль 100% именно такой. И сейчас я сравню его с другими стилями для Эллино. И вы увидите, насколько он ужасен. Вот, к слову, анимация победы. Да, это смахивает на то, как Эллинор раскачивает рыбу, чтобы рыба уснула. Ладно, что ж, а теперь мы с вами сравним этот стиль с другими. Вот, входим сюда, смотрим. Доктор Эллинор. Ну, примерно равный, да. К слову, у Эллинор нету ни одного стиля с измененным звуковым эффектом. Ни одного, к сожалению, к огромнейшему сожалению, нету. Второй стиль. В целом, хорош, но я бы сказал, что он уже лучше, чем вот этот морж, да. Эллинор Клаус. В целом, равные. А вот тут уже начинается очень интересная история. Либерти Эллинор в несколько раз лучше этого моржа. Вот здесь уже внешним видом, а на уровне в сто раз лучше. Это тоже лучше. Элла в паскальной шляпке. Вообще стиль классный. Блин, ну даже фигуристка Эллинор лучше. Я ее считал не очень, но вот сейчас я вижу этого моржа и понимаю. А фигуристка на самом деле имбой была. Ладно, элитный уровень. Синий, вот. Мне нужен сейчас синий. Отлично, синий есть. Да, к сожалению, без нога я должен играть, но для меня это не впервой. Не впервой, это уже для меня. Эллинор. Недоморж. Недотерминатор был сейчас, недоморж. А кто следующий? Недоименинница Беатрис. Скоро мы, кстати, ее с вами затестим также. И узнаем, чиста она или нет. Ждите и подписывайтесь. Так, в общем. Тут два ящика, и притом они, во-первых, внизу. А во-вторых, тут еще и слизни. В-третьих, тут еще желе, еще много чего другого. Ну, хотя бы нормальное количество ходов. Майлз. И, наверное, оставлю так. Червяк не нужен. Эта бомба есть. Есть мощный. И лаполеон. И плюс у Эллинор. 1900, к слову. Да. Она тоже такая мощная. Ниног это вам. И не знаю, кто там. Не Боб какой-нибудь, да. Не Беатрис. В общем, тут все со слизнями должно быть окей. Ну, желе, к счастью, не вечное, да. В какой-нибудь момент оно развалится. И все. Данный морж, кстати, он вообще, он непонятно вообще для какого ми. В целом, да. Для морского, скажите вы. Но для какого? Окей. Зловещий океан и коварная вода. Даже озеро Либерти уже не подходит. Но я бы сказал больше для этого силия в тематику это болото форсета. Вот реально. Вот это болотный монстр. К слову, разработчикам лучше было этот стиль выпустить не сейчас, в августе, а в октябре. Хелл. А почему бы, собственно, и нет. Вот это как раз таки хороший, очень хороший хелл. Но разработчики решили. А чё париться? Мы сделали Чеда 8000 по-быстрому. Ну, мы ж умеем делать быстро стиль. Вот сделали второй быстро. И та же самая штука. Абсолютно нулевой стиль. Для коллекции не спорят. В целом, да, стиль-стиль в коллекцию сойдёт. Ну вот, играть с ним, это реально, это просто убийство времени. Я, конечно, снимаю видео для вас, чтобы вы поняли, что этот стиль не очень. Если честно, сам бы я вот так с ним не играл. Чисто для видео. Снимаю, а так, естественно, не буду и сам играть. Никогда. Так, ну этот уровень, я думаю, выиграть. А, ну да, ру выпала идеальнейшим образом. Ну и теперь ясно, что ба-бах и получу. Выиграл. Берз много. Если кто не знает, мой скилл это суперский скилл. И про него уже даже есть одна часть видео. Ссылочка справа сверху вас ждёт, если не видели самое скилловое видео во всём мире. Смотрите, ставьте лайки и так далее. Слушай, а мы с вами двигаемся дальше. В общем, следующий уровень. Этот и ещё один. Я сыграю. А, ну да. Всё правильно. Снова есть синий, что замечательно. Во, а вот тут уже слизь не сложнее. И придётся мне, скорее всего, тут ставить червя. Ясно, снова Майлз. Ясно, снова Недоморж. И Диокель. Реально. Мне больно смотреть на этот стиль. Вот разработчики в последнее время стили очень плохо делают. Я и в том видео вам это рассказывал, и в этом рассказываю. И буду ещё вам рассказывать это очень-очень долго. Им нужно что-то менять. Я уже вам это рассказывал. Смысл мне вам это рассказывать ещё раз? Лучше я просто выиграю этот уровень, да? Вы уже и так всё поняли. Но я всё-таки дам ещё оценку данному стилю. Скажем, начальную оценку. Естественно, в топе стиле эта оценка, скорее всего, изменится. С очень немалой вероятностью. Но сейчас это, скажем, такой стартап оценка, да? Значит, внешний вид. Не знаю, что этому дать, но допустим. Я дам этому 6. 6 из 10, но это, знаете, с натяжечкой. И притом и немаленькой. Далее идёт у нас анимация атаки. И анимация выброса специального навыка. Ну, допустим, за анимацию атаки. Сейчас мы с вами ещё раз на неё глянем. Не знаю, я, наверное, дам 4. Это ужаснейшая из анимации атаки за последнее время. У многих стилей лучше. К слову, стиль Мэйпл и Листья лучше. Вот этого моржа. И не удивляйтесь. Он реально лучше. Далее. Ну, за анимацию выброса специального навыка можно дать чуть больше. Скажем, 6. Нет, не 6. Не 6, а 5. Вот. 6 слишком уж высоко. Опять. Это как раз сойдёт. Блин, это бывало. Неприятный... Неприятный моментик. А у меня-то нога нет. Вот сейчас мне будет весело. На этом уровне. Раз-раз. Раз-раз. Хорошо. Не очень. Ну, придётся как-то так делать. Ага. Вот так давайте. Блин, всё вообще распалось. Не выиграю, да? Так, ну 3, ещё 4. Не, ну 4. Ну, извините меня уже. 4 тут сделать нереально никак. Было. О, а сейчас выпало 2. И то, за один ход они никак не делаются. И анимация победы. Анимация победы в виде укашивания рыбы. Как маленького ребёнка. Чтобы он заснул. Может максимально взять себе, скажем, 4. 4 из 10. Больше я просто не дам. Вот этому стилю реально. Как разработчики старались. А вот так же я... Разработчики. Видно, что разработчики не очень старались, я не очень оцениваю. Но на самом деле я оцениваю честно. Вот что они сделали, то я и оцениваю. Собственно, ничего личного тут нету. Все вы и так видите, что стиль не очень. А своё мнение о стиле. Если оно у вас некое другое. Он вам нравится. Он ваш любимый. Он ваш фаворит. Вы можете выразить в комментариях под роликом. А это мнение лично моё. Но я думаю, что всё-таки некоторые люди... А это мнение всё-таки моё личное. И субъективное. И может естественно... А это мнение... А это мнение всё-таки моё личное. И может отличаться от вашего. Хоть на 100%. Да, уровень этот он вообще сложноватый. Здесь всё вот так закрыто. А у меня нога нету. И без нога-то тут не хватает чуть-чуть ходу. В прошлый вот не хватило. А так выкидывает Майлз. Это вообще ясно. Он выкинул 4 заряда. 4 заряда. 4. Да? Слышали все? 4. На 1. И 1 на Эленор. И то, чтобы эта бомба взорвалась вон там сверху. В ненужном месте. А на ру он не кинул вообще ни одного. А ру мне тут очень нужна. Видно, как Майлз старается. А тут ещё и блоки вываливаются. Очень хорошо. Что вы также видите. Ну, блин, ру не накопилось. Эленор зато накопилось. Естественно, Эленор это прям вообще самая нужная тут бомба. Вот если бы ру кинула вот сюда, я, возможно, бы выиграл. Ну, нет. В таком случае, естественно, нет. А мороженое не вываливается. Ему без разницы. Вот оно одно есть. Оно даже не собирается вываливаться. И толку. Хотя. Хотя. Смотрите-ка, что. Нет, нет. Вот так. Да. Раз, два. Хотя, смотрите. Нет, 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 нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бомба выпала. Ну что, разработчики, западло? Ха-ха. Скилл сильнее вас. Вы должны жить с тем, что я лучше вас. И даже кину ещё кубик в конце видео. Жалко, что не один, а что там было... А, ничего. В целом, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, и чтобы не пропускать ещё много новых интересных видео на моём канале. Ну а с вами был Рязанов Мацдей. До новых встреч и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова